Приветствую вас, с одной стороны, конечно, да, это очень может быть манипуляцией, с одной стороны, конечно, да, это очень может быть похоже на попытку вас подчинить, но с другой стороны, с другой стороны, это ведь может быть и травма человека, это может быть его проблема, по-настоящему серьезная и важная проблема человека, потому что то, что с ним случилось, да, изменное предательство очень болезненно переживается людьми и неизвестно, какие мысли у него появились о себе после этого, о женщинах после этого и как он стал воспринимать, в том числе, окружающий мир после этого, вот, поэтому я думаю, что я бы не сдал, сразу говорить о чем-то таком, да, то есть о предательстве, о чем-то еще, вот, но, отвечая на ваш вопрос, да, по поводу того, будет ли он себя вести так всегда, да, я однозначно могу ответить, что да, будет, до тех пор, пока, во-первых, ему это выгодно, то есть пока он получает какую-то обратную смесь от вас, в виде, ну, например, в виде заверений, что вы на это не способны и так далее, и так далее, и так далее, вот, и до тех пор, пока он сам не увидит в этом проблему. Вот эти два пункта, эти два момента, они, пока они есть, мужчина будет вести себя так, и это, к сожалению, не изменится никак, то есть невозможно будет это изменить, потому что это создает мотивационное поле для поведения мужчины. В принципе, в принципе, ответ на ваш вопрос, он вот такой, то есть все, да, ответ как бы я дал, но я думаю, что вам хотелось бы знать, как выйти из этой ситуации, я думаю, что вы хотели бы выйти из нее, и мне кажется, что хорошим выходом для вас будет перестать с одной стороны что-либо ему доказывать, перестать, с одной стороны, пытаться донести до него, что вы так, например, никогда не поступите, перестать пытаться его убеждать, потому что когда вы человека убеждаете, то, по сути, он, этот человек получает от вас, ну, обратную связь, которая ему нужна, вот. То есть здесь либо момент манипулирования срабатывает, да, то есть если человек вами манипулирует, то он достигает своих целей, манипулируя вами. Если же человек не манипулирует, то просто на какое-то время он успокаивается, да, когда вы ему, ну, его убеждаете в том, что вот, ну, что ничего не будет, да, с моей стороны. Он успокаивается, но потом со временем опять появляется тревога. И получается как бы зависимость, да, то есть мужчина зависим от того, как вот вы его успокаиваете, как вы ему что говорите, мужчина, получается, от этого зависим. И если он зависим от этого, то в дальнейшем зависимость будет усугубляться, что-то она будет становиться все агрессивнее, все ощутимее, вот. И мужчине будет требоваться все больше и больше от вас доказательств того, что вы на это неспособны и так далее, то есть это вот элементарная, элементарная картина развития зависимости. Вот. И вам нужно отказаться от этого сейчас один раз еще, донеся до него свою мысль, да, и четко сказав, что если он по-прежнему боится, если он по-прежнему переживает, то это исключительно его проблема, не ваша. И соответственно, если он по-прежнему боится, что вы его предадите, то пускай обращается к психологу и работает уже сам со своей проблемой. Вот. Либо так прямо и говорит, что вот так и так, я боюсь, что ты меня предашь, вот. Вот. Да? То есть дело не в тебе, а именно вот чуть-чуть во мне, в моем восприятии. То есть чтобы все было честно, чтобы все было честно, чтобы все было откровенно, чтобы все было понятно, без там, ну, без наездов, без обвинений, без подозрений каких-то, да, и так далее. Вот. На самом деле, только так можно привести отношения в более-менее адекватный, значит, вид, в более-менее адекватную форму. Вот. И в этом случае вы сможете занять достойное место рядом со своим мужчиной. Он увидит, что вы не собираетесь его успокаивать, он увидит, что вы не собираетесь его, как-то постоянно, да, оберегать, опекать. Вот. Что, в принципе, и не нужно. И, соответственно, в таком случае у человека не останется другого выбора, кроме как самому самостоятельно начать что-то делать. То есть нужно понимать, что вне зависимости от того, манипулирует он вами или нет, вне зависимости от того, чего мужчина хочет, да, абсолютно вне зависимости, вне зависимости от этого. Нужно понимать, что то, что произошло, то, что было, что-то случилось, да, это для него очень серьезная травма, так или иначе. То есть, ну, в любом случае, в любом случае это очень болезненно, то, что было. Вот. И данная болезненность, она нарушила устойчивость восприятия мужчины, устойчивость картины восприятия. Ему нужна помощь, но поскольку за помощью мужчины обращаются значительно реже, по крайней мере, в России, да, в странах, СНГ, вот, то, соответственно, он пытается скупировать свои проблемы за вашу, вот, во вашу счет. Вот. Вот. Вот это нужно честно понимать. А дальше, следующий важный момент. Следующий важный момент касается вашей реакции. То есть, вопрос не заключается в том, насколько вас задевает его поведение, и задевает ли оно вас вообще. Если задевает, то, соответственно, зачем задевает, почему задевает, если задевает, и так далее. Вот. То есть, относиться к этому, да, нужно спокойно, спокойно, скажем так. Относиться к этому нужно спокойно. По крайней мере, стараться это делать. Стараться относиться к этому спокойно. То есть, если человек ревнует, да, то проблема, она, соответственно, не вас, что мне кажется очевидным. Да, проблема не вас, а проблема, соответственно, исключительно в него. Вот. Ну, в мужчине. И, поскольку к вам это не относится, то и реагировать на это остро, не что. Но если вы реагируете на это остро, значит, у этого есть какие-то причины. Причины. Вот. То есть, вас по какой-то причине может, например, это задевает, допустим, вас это может расстраивать, вы можете, ну, воспринимать это, да, на свой счет, допустим. 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 Вот. И так далее. То есть, это вот то, что в общем и целом может происходить. Вот. То, что в общем и целом может с вами быть. И в этом случае, в этом случае, да, в этом случае, ваша реакция, именно ваша реакция, именно ваша реакция поведенческая, она в данном случае, как бы, ну, более важна. Она более важна, она более, больше значения имеет, скажем так. Вот. Для понимания истории, для понимания ситуации. Вот. И, соответственно, для того, чтобы вести себя в подобных ситуациях адекватно, да, чтобы вести себя адекватно. Вот. Вам, возможно, придется, ну, тоже пройти некую психологическую такую подготовку, да, для того, чтобы реагировать, может быть, менее болезненно на эти вещи. Вот. Да. Ну и, соответственно, может быть, может быть, может быть, посмотреть на то, чем и чем конкретно, да, чем конкретно вас задевает, допустим, чем конкретно вас задевает, ну, то, что вот мужчина вот так вот, значит, себя ведет с вами. Вот. То есть я полагаю, что это, я полагаю, что это вполне реально сделать, во-первых, да, я полагаю, что это вполне реально. Провернуть. Можно поработать как с вами, можно поработать как и с ним. Вот. То есть, ну, с мужчиной. Вот. Все это можно сделать. Вот. И, соответственно, после этого уже будет более понятно, как с природой именно самого конфликта. Понимаете? Вот. То есть конфликт сам по себе конфликт. Конфликт. Я считаю не в том, что мужчина ревнует нас или проявляет недоверие. А конфликт, мне кажется, заключается в том, как, как именно вы реагируете на это. То есть давайте вот сперва определим именно конфликтность. То есть в чем конфликтность. Ситуация. Вот. Конкретно. И дальше уже можно будет выстраивать какую-то стратегию помощи вам. Да? Вот. Понятно, о чем идет речь. Я надеюсь. Вот так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам найти на них ответы на вопросы, которые вас интересуют. Вот. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Вот. И помните, что без вашего изменения в поведении ничего не будет. То есть никаких перемен не произойдет. И если вы будете подпитывать поведение мужчины, то и с его стороны тоже ничего не изменится, а будет только ухудшаться. Вот. Ревность разрушила не одну, не одну пару, не одну семью. И не позвольте, чтобы, не допустите, чтобы она разрушила и ваши отношения. Ну а в том, чтобы этого не допустить, мы можем вам помочь. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.